Виноград в Башкирии уход весной. Виноград можно смело назвать универсальной ягодой, спектр ее использования довольно широкий. Сладкие и сочные ягоды этого растения – прекрасное лакомство, которое может заменить многие кондитерские изделия. Из них изготавливаются изюм, варенье, соки и компоты. И, наконец, самые лучшие вины изготавливают из винограда. Выращивание винограда – это серьезное испытание для садовода даже в регионах средней полосы России. И, тем не менее, эта теплолюбивая культура неплохо прижилась в Башкортостане, хотя климат этой республики, казалось бы, никак не должен способствовать развитию виноградарства. Лето здесь короткое, оно может быть умеренно теплым или жарким. Зима продолжительная и очень холодная. Факт. До этих мест часто доходят холодные азиатские антициклоны. Температура воздуха иногда опускается до минус 40 градусов. В зимние месяцы выпадения снега часто сопровождаются сильными ветрами. Снежный покров в республике устанавливается уже в первой декаде ноября. Освобождается земля от снега в середине, а то и в конце апреля. Последние заморозки обычно бывают в конце мая, иногда не случаются в первой декаде июня. Если самый первый осенний заморозок наступит в первой половине сентября, это никого не удивляет. В иные годы это случается уже в конце августа. Распространенные в Башкирии виды почв также не способствуют культивированию такого нежного растения, как виноград. Чаще всего в республике встречаются дерново-подзолистые, дерново-карбонатные и серые лесные почвы. Вырастить хороший урожай здесь можно только в том случае, если посадить районированные сорта и гибриды, специально выведенные селекционерами для этого региона. Эти сорта должны характеризоваться прежде всего такими качествами – скороспелость, устойчивость к перепадам температуры и другим неблагоприятным. Погодным фактором – высокая урожайность. Чтобы выбрать правильный сорт или гибрид, который отвечали бы всем этим требованиям, саженцы для будущего виноградника лучше всего приобрести в селекционном центре. Находится этот центр в Кушнаренковском опытном саду на территории НИИ сельского хозяйства. Среди всех сортов и гибридов, выведенных в этом хозяйстве, большой популярностью у виноградарей пользуется Александр Юбилейный, Башкирский, Май-3. Все эти сорта отличаются ранним сроком созревания и отменной морозоустойчивостью. На заметку, среди сортов с наибольшей урожайностью можно отметить сорт черного винограда Василий. Масса его гроздья достигает 220 грамм. Размер гроздья винограда сорта Башкирский ранее особого восторга не вызывает, но так как он обладает сверхраним сроком созревания и отличной зимоустойчивостью, его нередко можно встретить в садах Башкортостана. Даже новичок, впервые решившись выращивать виноград на своем участке, может рассчитывать на успех, если выберет этот сорт. Среди гибридов можно выделить R60, R81 и номер 342. У этих разновидностей размер гроздья больше, а не достигает веса вал килограмма. Как сажать виноград в Башкирии? При наличии районированных сортов и соблюдении несложной технологии вырастить виноград в Башкирии вполне возможно. Агротехника разведения этой культуры доступна даже начинающему садоводу. Основа будущего урожая при этой технологии закладывается весной. В этот период садовода предстоит выполнить все основные операции. Виноград в Башкирии лучшее время для высадки винограда в условии севера – май. Если это сделать осенью, как обычно бывает в более южных районах, недостаточно укоренившиеся саженцы, скорее всего, промерзнут зимой. Посадка осуществляется черенками или саженцами двухлетнего возраста, при этом должны быть выполнены следующие требования – расстояние. Между кустами одного ряда не должно быть менее 1 метра, ряды должны быть направлены с севера на юг, расстояние между рядами не менее 0,3 метра. Размер посадочной ямы должен составлять 0,55 умножить на 0,55 метра. Глубина – около 60 сантиметров. Если грунтовые воды залегают неглубоко, будущему винограднику необходимо обеспечить качественный дренаж. Обратите внимание, так как в Башкирии преобладают бедные почвы, при закладке винограда посадочные ямы должны быть хорошо удобрены. Выполнение этого условия будет залогом урожая на многие годы. Уход за виноградником весной. Если хочется вырастить виноград в Башкирии, уход весной имеет ключевое значение. Чтобы получать гарантированный урожай, в это время необходимо провести такие мероприятия, как орошение виноградника, обрезка, прополка и рыхление почвы. Открывать сезон весенних работ на винограднике следует сразу, как только сойдет снег. Полив. Как показывает практика, урожайность поливных участков намного выше в сравнении с неполивными посадками. Первый весенний полив здесь играет особую роль. Это заряд влаги на весь предстоящий летний период. Этот полив желательно провести до распускания почек и активного сокодвижения. Совет. Первый весенний полив рекомендуется осуществлять холодной водой. Теплая вода может подстегнуть вегетацию растения, а поздние заморозки в республике отнюдь не редкость. Весенних поливов будет зависеть от влажности почвы. Избыточный полив будет сопровождаться вытеснением воздуха из почвы, что может привести к загниванию корневой системы. Даже при наличии отлаженной дренажной системы особо увлекаться поливом не стоит, так как лишняя вода вымывает из почвы внесенные ранее. Минеральные и органические удобрения. Обратите внимание, каждый полив можно с успехом использовать как удобный способ насыщения почвы минеральными удобрениями. В самый первый весенний полив почву лучше всего подкормить азотом. Обрезка и обламывание. В Башкортостане ее лучше всего проводить весной. В это время легко отличить живые ростки от погибших. Молодые растения тоже обрезаются в это время. Обрезка делается, когда температура воздуха достигнет плюс 3 градуса, до того как начнется сокодвижение, иначе места обрезов будут долго затягиваться и лоза долгое время будет находиться в угнетенном состоянии. Обрезка винограда лишние побеги начинает обламывать сразу после того, как распустились почки. Удаляются почки с многолетней части виноградной лозы, а также двойники и тройники, образовавшиеся на плодовых побегах. К концу весны, в мае, удаляется вся лишняя надземная поросль, идущая от корней. Работа с почвой. Прополка и рыхление почвы в винограднике не только предотвращает появление поверхностных корней, но также способствует сохранению влаги почвы и ее аэрации. Весной у основания куста можно сделать углубление около 15 сантиметров. Это увеличит промежуток между гроздью и грунтом и будет способствовать сохранению влаги. Если осенью грунт между рядами не вскапывался и не равнялся, это можно будет проделать весной, когда земля просохнет. Важно! Весенняя вспашка будет отличаться от осенней тем, что в это время пласт земли переворачивать на надо. Интерес к виноградарству в Башкирии проявляется уже давно, культура имеет немалые перспективы в этом регионе. Высокая температура воздуха в летний период дает даже некоторое преимущество перед регионами с более мягким климатом. Субтитры создавал DimaTorzok